В жилом комплексе Анкудиновский парк сейчас проживает около 9 тысяч человек. Продолжается строительство новых многоэтажек, а значит жителей станет еще больше. Основная категория, конечно, молодые семьи. Одного детского сада на 150 мест не хватает. Проблема стоит остро. За ее решение вместе с застройщиком взялись в областном правительстве. В жилом комплексе уже возводят новый детский сад на 280 мест. Ход строительных работ проинспектировал губернатор Глеб Никитин. Претензий нет. Наоборот. Подрядчик четко соблюдает график по контракту. Я приехал специально посмотреть, как идут строительные работы. Не секрет, что бывают у нас и с подрядчиками проблемы, и сроки ввода социальных объектов задерживались. Такие факты имели место. Слава богу, здесь работа идет предельно динамично. Параллельно с детским садом строится и школа на 675 учащихся. Образовательные учреждения возводят по федеральной программе «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». Новая школа будет полностью соответствовать всем современным требованиям. Школа у нас предусматривает 4 этажа. В школе будет 2 лифта. Один большой спортивный зал, два маленьких. Будет столовая, актовый зал, библиотека. На данный момент этапы строительства идут полным ходом. Мы идем в графике. По контракту школу должны сдать в ноябре 2021 года. Но по поручению Глеба Никитина сроки будут сдвинуты. Дети смогут пойти в новую школу уже 1 сентября следующего года. Для жителей Анкудиновского парка строительство таких важных социальных объектов – событие долгожданное и радостное. Детей, как вы видите, здесь очень много. На площадках это даже видно. И естественно, что далеко один единственный детский сад не хватит для всех деток. Поэтому я лично очень рада, что строится еще один детский сад. А когда я узнала, что еще строится школа, это вообще прекрасно. Потому что нам в принципе все нравится, что здесь есть. Вообще Анкудиновский парк мне очень нравится. На этом развитие социальной инфраструктуры в микрорайоне не остановится. Уже сейчас озвучены планы по строительству еще одной школы и дополнительного детского сада. В ближайшее время решится вопрос и по подъездным путям. Новые дороги к жилому комплексу построят в рамках национального проекта. Сергей Щеплягин, Олег Лавров, Алексей Калякин, Алексей Завлов и Александр Фомин. Время новостей.